Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и я что-то подзабросил делать обзоры на различные игры. Да, просто потому что усилий обзоры требуют много, а просмотров собирают меньше, чем обычные летсплеи. Ну, конец года, хочется каких-то подведений итогов, и начну я, пожалуй, с игры Anno 1800. Тем более, что я сейчас еще и прохождение Anno 1800 записываю на уровне сложности Эксперт со всеми дополнениями. Так что после обзора, через какое-то время, будет на канале еще и полное прохождение. Да и обзор, когда в начале не делался, просто потому что серия игр Anno, она из тех вещей, которые не меняются вообще никак. У меня был обзор всей серии игр на канале, ну, точнее, он и есть, я думаю, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Есть обзор на прошлую часть Anno 2205, и идея во всех этих играх одна и та же. Вы создаете цепочки товаров, чтобы удовлетворять ваших жителей и переходить на следующий уровень. Начинаете с первого уровня фермеров, начинаете добывать рыбу, шить одежду, гнать шнапс. Удовлетворили, ребята, они стали рабочими. Для рабочих уже требуется хлеб, пивандрий, колбасятина. Удовлетворили рабочих, они стали ремесленниками. Ремесленникам требуются уже консервы с тушенкой, шубы, мыло и веревка хочется добавить, но нет, швейные машинки почему-то. Они становятся аристократами и так далее, и так далее. Вот так вот постепенно вы развиваете свое поселение. Звучит легко, но на самом деле все не так просто, потому что на вашем начальном острове не всегда есть эти ресурсы. Точнее, на начальном острове точно не будет всех ресурсов. К тому же на определенном этапе развития вам придется заселять новый свет. В дополнениях еще и появились полярные острова на Северном полюсе. На всех этих новых картах есть новые ресурсы, которые будут требоваться вашим ребятам. Например, ремесленники уже, чтобы получать счастье, хотят бухать ром, а не шнапс. А ром гонится только в новом свете. И вот это, в общем-то, и есть механика игры. Не меняется она. С 98-го года, по-моему, когда вышла первая часть Anno 1602, добавляются только всякие фишки и меняется визуальное оформление. Потому что, например, Anno 1800 посвящена XIX веку, индустриализации. Мы по-хорошему строим Лондон, потому что конечная цель игры — это построить здание Всемирной выставки. А первая Всемирная выставка проходила в Хрустальном дворце, в Crystal Palace, который, к сожалению, не сохранился до наших дней. И для середины XIX века, по-моему, Всемирная выставка в 1854 году была. Виноват в 1851 году первая Всемирная выставка. И игра, по существу, это развитие человечества с 1800 по 1851 год. И эта атмосфера передана офигительно. Вот действительно себя к концу игры ощущаешь. Вот где-то в середине XIX века, где-то там во Франции к власти скоро придет Наполеон III. Уже ощущается приближение Крымской войны. А у нас на экране новые открытия, электричество появляется, паровозы, пароходы. И несмотря на то, что по-хорошему это все та же оно, играть по-новому интересно. Это одна из тех редких серий игр, в которых я просто не могу придираться к малому количеству нововведений. Потому что я постоянно хочу играть в то оно, которое было в начале. Вот оно 1602. Самым крутым развитием этой идеи было оно 1404. И вот сейчас оно 1800. Все это дело улучшило и углубило, так сказать. В чем углубление? Теперь всем вашим зданиям требуется какое-то определенное количество работников из каждого сословия. Это введение, по-моему, прямиком из серии Тропико. То есть раньше, например, мы могли лесопилки, добычу рыбы, швейные мастерские строить даже без населения на острове. И они бы работали. Минус шел только в деньгах. И жители нам нужны были именно для того, чтобы платить налоги и таким образом содержать нашу колонию. В Анно 1800 же жители теперь не только источник денег, но и источник рабочей силы. Причем очень важный источник рабочей силы. Не хватает рук, добыча и производство замедляется, и вы получаете коллапс. По-моему, очень важное нововведение. Во-вторых, многочисленные экраны. Ну, это появилось еще в Анно 2205. Но там это было реализовано все через такое место. Эти экраны долго загжали. Переключаться между ними просто не хотелось. Да и вообще Анно 2205 было откровенным провалом, потому что игра была очень легкой. Там эти цепочки были, видимо, для имбецилов придуманы, чтобы, не дай бог, игрокам не показалась игра слишком сложной. Честно говоря, и в Анно 1800 меня немного раздражает переключаться между экранами, потому что действия на них происходят одновременно все равно, а следить вам за ним надо. И Ямпер частенько просто не успевал уследить за тем, что происходило с моими кораблями. Ну, вообще морские сражения в Анно это отдельная тема. Переключение между экранами это те самые различные континенты. Один экран это старый свет, второй экран новый свет, когда вы до него доберетесь и откроете. Третий экран с дополнением это Северный полюс. Если, кстати, кого-то удивляет, зачем заселять Северный полюс, ну там не совсем Северный полюс, ну зимняя такая карта, то я могу сказать, что это просто создатели несколько схалтурили и использовали наработки предыдущей части, где тоже была такая вот зимняя карта. Можно, конечно, еще притянуть за уши, что в 19 веке как раз начались эти эпохи географических открытий, был покорен зимний и южный полюса планеты, но на самом деле это произошло уже в начале 20 века. Рауль Амундсен достиг Южного полюса в конце 1911 года, а Северный полюс покорили то ли Роберт Пири, то ли Фредерик Кук. Тут есть расхождение и не все согласны, что это произошло, но в любом случае все равно в начале 20 века. Но, тем не менее, географические открытия влияют на оно 1800, тут есть такие замечательные текстовые квесты, когда вы отправляете какие-то корабли в экспедицию, снаряжаете их, и если вы их хорошо снарядили, то из этой экспедиции вы можете привезти экспонаты для ваших зоопарков, для ваших музеев, да, вы можете на своем острове построить зоопарк и музей, которые привлекают туристов, туристы приносят деньги, приносят влияние, тоже одна из новых механик. Кстати, я не скажу, что настолько важное, как количество работников в зданиях, но тоже приятная штука, которая тоже роднит оно с тропико. В игре есть сюжет, кстати, и этот сюжет не через компанию сделан, а как такая расширенная обучающая песочница, и пройти его одного раза достаточно, и, в общем-то, если вы не играли в серию Anno, то я вам рекомендую начинать именно с сюжетной кампании, но, в принципе, режима тут всего полтора, по моему мнению, это, конечно, песочница, самый большой режим, а все остальное на него насаживается, сюжетная кампания, это та же песочница просто с каким-то сюжетом сверху, и в сетевой партии это та же песочница, только вы играете с другими живыми игроками. Правда, вот с последним дополнением, теперь в сетевой режим можно в кооперации играть, а не друг против друга. Да, еще, что нового в механике, это разделение необходимых товаров и товаров для счастья. Когда вы удовлетворяете потребности ваших жителей в необходимых товарах, то они переходят на новый уровень. Удовлетворять товары, необходимые им для счастья, не обязательно, но это нужно для увеличения поступления налогов. Так, от горожан к ремесленникам вы можете перейти и без удовлетворения рабочих пивом, но с пивом налогов вы будете получать гораздо-гораздо больше. Кроме того, вы можете увеличивать или уменьшать рабочие смены. Увеличение, естественно, влияет на снижение счастья. То есть, если вы рабочих удовлетворили пивасиком, то можете им повысить длительность рабочей смены, и они не будут на это сильно обижаться. Кстати, здесь теперь появились бунты. То есть, если у вас где-то в районе вашего города слишком сильно люди недовольны вашим правлением, то там начинается бунт, народ не работает, но подавить вы его можете с помощью полицейского участка. Не забудьте только его построить. А вот что меня больше всего в этой игре раздражает, так это всё, что не касается стратегии, то бишь морские бои, это просто трындец. Ну, как действует компьютер? Он собирает все свои боевые юниты, если воюет с вами, и начинает по одному вылавливать ваши корабли. А так как оно, в первую очередь, это стратегическая игра, экономическая игра про развитие ваших колоний, то вы занимаетесь именно развитием ваших колоний. Вы следите там за цепочками. Конечно, понятно, что вам надо строить военные корабли, но даже когда они построены, вы продолжаете экономику вашу развивать. Если внезапно вы с кем-то вступили в войну, а иногда это может произойти действительно внезапно, потому что у соперников ваших разные характеры, и одному там может что-то не понравится, и он вам, какой психопат, объявил войну, то начинается тотальная фигня. Компьютерный соперник занимается тем, что вылавливает ваши корабли по всей карте. Причем, если вы посмотрите экономические показатели, вы можете сильно превосходить соперника по ним. Однако кораблей у него будет больше, и непонятно, на что он их содержит. Но даже это можно было бы терпеть, если бы ваш флот не уничтожался так быстро. В начале игры, когда она только вышла, там вообще был трындец в том, что ваши корабли сами лезли на соперника, попадали в скопление его кораблей и гибли как мухи. Вы не могли никак это отрегулировать. Слава богу, после патчей появилась модель поведения пассивная оборона, чтобы они не перли на пролом. Но даже с этим война в Anno 1800, по моему мнению, ужасна. Самый лучший вариант — это просто ни с кем не воевать. А если уж воюете, то создавать превосходящий флот и просто выносить полностью, тотально соперника. Иначе вы не сможете дальше развиваться, пока вы... Это даже с одним соперником война идёт. Что пока вы с ним воюете, все остальные улетают и потом начинают относиться к вам плохо, потому что вы отстаёте по экономике. Только потому что один психопат пошёл и специально выискивал по карте ваши караваны, чтобы разрушить вашу экономику. А когда это ещё и происходит война на нескольких экранах, то есть вам надо переключаться в старый мир, в новый мир, то раздражает жутко. Если вы меня спросите, надо ли вам покупать Anno 1800, то я, несомненно, отвечу «да». Конечно, откровенно говоря, это старая игра в новой обёртке. Но сделана настолько хорошо, настолько красиво, настолько атмосферно, что вот не жалко, вот прямо не жалко потраченного на все дополнения и на саму игру. Кроме того, проведена работа над ошибками после предыдущей серии, предыдущей Anno 2205. Сложность углублена, вариантов развития множество, в игре находиться нравится, вот это ощущение прогресса 19 века. Есть, игра красива, музыка замечательная, то есть полная реабилитация. Если вы старый фанат игр серии Anno, то я думаю, что вы уже всё давно купили. Если вы никогда не играли в серию игр Anno, то Anno 1800 уверен вам понравится. Ну, конечно, если вы любите стратегические и экономические игры. Одна из лучших стратегий 2019 года уходящего. На этом всё. Спасибо, что досмотрели до конца видео. Играйте в умные игры. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok